В агрокомбинате «Холмич» темпы жнива настолько высокие, что за имя не поспевает навод статистика. По кулу Галиновым комитетом подтверждали дадзины об наявности первых на гомельшине комбайнеров-тысячников, как на их рахунку появились еще по несколько сотню килограммов намолочного зерня. Не глядя на страты, понесенные по решению несприятного надворья, уроджены зерневых у «Холмича» 53 центнера с гектара. Практично у двоя выше и среднеобластного показчика. Тут и профессиональная работа у всех специалистов, которые имеют дышанение для выращивания сборжа и организации работы непосредственно по часу уборочной. В области действительно наметились у нас передовики. Сегодня это Речицкий район, практически 40 тысяч тонн сегодня планку перешагнет. Убрали около 40% зерновых, поэтому, конечно, держать планку лидера непросто. Однако это очень почетно и ответственно. Сирот-селетник лидера Жнева одразу два экипажа – Василь Коваль и Миколай Великоборец. И семейный – Иван Вырвич с сыном Алексеем. Хлопец только что отримал диплом инженера-электронщика. Олег и равниство господарки дозволило пошать в працонный шлях с помощника комбайнера. Сегодня он неутойвая радости. Первый сезон на Жневе и одразу тысячник. И на одной тысяче спиняться явно не сбирается. В первую очередь это убрать урожай качественно и без потерь. А на втором месте это занять первое место, победить в соревнованиях. Разом с экипажами комбайнеров у агрокомбината «Холмич» шануть и первого господарца водителя – тысячника Виктора Кардаша. А про то, госпис героев Жнева на этот раз уключены еще и женки передовиков. И они явно гонарятся своими другими половинками. Хоть и признаются, у везцы без мужчинской допомоги приходится непросто. Особливо, когда на уборочной зранецы до позднего вечера занятые и муж, и сын. Приезжают часов 10 вечера, а то и позже. А если с комбайном, допустим, какие-то неполадки, было два раза, даже и на ночь домой не приходили, поэтому по-разному бывает. Ночевали, делали целую ночь комбайн. Подчас урожистости у министра сельской господарки Беларуси Анатолий Хатько отримливает оперативную информацию. У Беларуси намолочены первый миллион тонн сборжа нового урожая. И еще одна добрая новина. Не глядяши на не за все досприяльное надворье, кормовую базу для живого годовли отрималось заховать. Напереде еще шмат работы, але ее организация неких значных зауваг у министра уже не выкликая. Где видели, что погибло зерно, пересевали, убирали, пересевали другими культурами, крестоцветными, промежуточными, для того, чтобы сделать баланс по кормам, по кормопроизводству и компенсировать вот этот недобор зерна. Поэтому, знаете, наверное, сложные определенные условия погоды заставляют и нас думать, и заставляют нас быстренько вносить корректировку земледелия в растеневодство.